Сегодня свободное время мы проведем с человеком, у которого практически нет свободного времени, но чье профессиональное призвание наполнять содержанием свободное время других. Заслуженный деятель культуры Омской области, художественный руководитель и главный дирижер Омского Академического Симфонического Оркестра Дмитрий Васильев. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Одна из цинических традиций, дирижер всегда выходит к зрителю последним. Предлагаю эту традицию сегодня не нарушать, я выйду к зрителям первым. Пройдемте. Как считаете вы, должно ли стать начальное музыкальное образование обязательным? Я думаю, может быть не именно музыкальное, а художественное. Мне кажется, что это правильная идея, потому что голый технарь представляет собой опасность. Человек, который мыслит только техническими или цифровыми категориями и не вобрал в себя какой-то художественный, гуманитарный опыт, мне кажется, он не полноценен. Наше очное знакомство произошло не так давно. На вернисаже иммерсивной выставки «Авангард» от Малевича до Шагала выговорил эти слова, потому что в моем представлении все-таки логика была другая. Вы были участником фотопроекта Татьяны Романенко, ставшей частью этой экспозиции, которая сейчас с успехом проходит в Музее искусства Омска. Маэстро Васильев – это человек, который находится в авангарде художественного процесса в Омске или музейный экспонат. Участие в этом проекте, во-первых, это весело, когда вам предлагают стать частью картины Малевича или картин другого художника. Ну, это же просто прикольно, как говорят. Вот, и в этом тоже есть свой художественный смысл. Искусство этих художников, оно перестает быть музейным, оно становится частью нас самих, и мы – частью этого искусства. Когда-то на эксперимент отважились модельер Коко Шанель и фотограф Франк Арват. Чуть позже это все вылилось в целое настоящее движение под названием стрит-арт. Для меня маэстро Васильев с своими проектами «Симфопарк», недавний фестиваль джаза в Омске, вашей коллаборацией с сибирским международным марафоном – это соподвижник вот этого направления стрит-арта. Его главный пропагандист здесь, в Омске. У Омского симфонического оркестра нет проблемы с наполнением зала. Вы сами идете к публике. В чем прикол, в чем фишка, в чем необходимость? Я практически ничего не выдумываю, ничего не придумываю. Я подсматриваю и воплощаю. Вот и все. Выход на улицу. Дело в том, что без выхода на улицу, наверное, и полных залов бы не было. Потому что было время, еще несколько лет назад, когда наполняемый зал, за наполняемый зал мы боролись очень серьезно. Это была серьезная проблема. Эта проблема вообще во всем мире практически. Если не брать какие-то совершенно топовые оркестры, как там Берлин Арфилармоникер, или Вен Арфилармоникер, или Нью-Йорк и так далее, там множество туристов, огромные миллионники, мегаполисы, и там всегда есть публика, то, в принципе, тенденция такова, что классическую музыку слушают все меньше и меньше людей в мире. И, соответственно, наша миссия в том, чтобы этот процесс, ну, если не повернуть вспять, то остановить. Вы знаете, я помню себя примерно лет 30 назад, когда я впервые в исполнении симфонического оркестра услышал ляск собак, переходящих по льду, номер 6, композитора Юрия Ханина-Ф. Я не скрою, с тех пор я целенаправленно ищу встречи с интерпретацией симфоническим оркестром современной музыки. Вы смело идете на исполнение современной музыки. Играете музыку Пиндерецкого, записываете альбомы с музыкой современного британского композитора Стива Элкака. Для симфонического оркестра это всегда риск. Ведь исполнять Чайковского — это надежнее. Музыка Чайковского гениальна. Это шедевры, которые, его симфонии — шедевры, которые будут слушать и через сотни лет, покуда будет существовать человечество. Но если мы целиком остаемся только в той эпохе, мы покроемся пылью. Ну вот представьте, что вы любите пиццу, например. И вот каждый день вы едите эту пиццу. Каждый день пицца, жареная картошка, пицца, жареная картошка, пельмени. И вот так. Неужели не хочется попробовать что-то новое? В смузи, какие-то новые вкусы. Это ведь так обогащает наше представление, наш эмоциональный ряд. Вы увлекаете в этот эксперимент большое количество людей. Вы ответственны за этот эксперимент. Вы уверены в результате? Вы уверены в том, что это правильно? Я не уверен. Нет. Нет, я уверен, что нужно музыку исполнять, новую и новое искусство нужно показывать. И провожу очень тщательный отбор. И в том, что музыки пишется сейчас колоссальное количество. И я выбираю то, что... Не только то, что мне нравится. Чтобы исполнить, чтобы интерпретировать, я должен поверить в эту музыку. Но я еще должен представить, насколько наша публика готова воспринять, насколько программа фестиваля новой музыки или данная концертная программа, она будет уместна и вызовет какой-то интерес. Сегодня принято считать, что одной из таких новых музыкальных форм является музыкальный батл. Но мы с вами знаем о том, что такого рода состязания это один из главных инструментов культурной экспансии европейской цивилизации в целом. Когда-то в поэтических состязаниях принимал участие Петр Арка. За право считать себя золотой трубой боролись Луи Армстронг и Эдди Рознер. Если бы вам, маэстро Васильев, вместе с Омским симфоническим оркестром предложили принять участие в музыкальном батле между двумя симфоническими оркестрами, пошли бы вы на это? И что бы вы в этом разговоре, в этом диалоге двух симфонических оркестров хотели бы сказать? Каждый концерт для солиста с оркестром это своего рода музыкальный батл, потому что классический концерт для инструмента с оркестром, он так и выстроен, как спор одной персоной и большого количества людей. Это интересно, нужно, это интересно пока как такая генеральная идея. Представьте, сыграли два оркестра, одно это рассочение, что дальше? Снова мы играем, мы берем другого сочинения и опять, и два оркестра играют. Здесь, чтобы этот батл проходил интересно, нужны варианты противостояния или наоборот не противостояния, побеждает дружба. Я не знаю. Вообще, на самом деле, да, это очень интересно. Скажите, а сезон 19-20 года чем будете радовать? Следующий сезон, вообще, у нас юбилейный 80 лет филармонии, и нам предстоят и гастроли в Великобритании, фестиваль новой музыки, Дельфийские игры, конкурс Инкелевича, будет очень много событий. Открываем мы сезон в сентябре с выдающимся, скорее всего, современности Сергеем Крыловым. Нам предстоят гастроли также в Красноярске, это будет форум симфонических оркестров. Уже немало. Вспомнить, да. Уже хочется не пропустить ни одно из этих событий. Для меня дирижер – это волшебник. Волшебник, который одним легким движением из одного мира перемещает тебя в другой. И еще одним другим легким движением способен то эмоциональное напряжение, которое в тебе возникает в результате концерта, снять. Может ли маэстро Васильев сейчас нам показать этот финальный жест, который снимает все напряжение? Тогда я должен это сделать стоя. Пожалуйста. Ну, а мне остается сказать только «Браво». Спасибо вам. Профессиональный путешественник и известный писатель Антон Кротов прибудет в Омск всего на два дня. На встрече с омичами он расскажет о зимовке в Центральной Америке и тропиках, новогодних гуляниях в Индонезии и планировании новых путешествий на ближайшие пару лет. 8 августа премьера девятого фильма Квентина Тарантино. «Однажды в Голливуде» – это история вышедшего в тираж актера и его дублера, которые стараются выжить в Лос-Анджелесе в 60-х годах. В пятницу инженерные мастерские Омской крепости станут кинозалом. Дом кино покажет картины из своих архивов. Все они были представлены на омских кинофестивалях. Спектакль без сцены и занавеса от Театра Галерка в ближайшую субботу. Зрители ждет часовой променад в наушниках и в компании отцов-основателей Омска. Главные герои хранителей – типичные омичи и реальные исторические персонажи. Чтобы наверняка найти себе место в городской истории, билеты лучше приобрести заранее. В воскресный день можно отправиться на Мертвое море Омской области, которое любому поколено. Экотур «Соленое зеркало Омского прииртышья» на озеро Эбейты в Москаленский район. В программе «Лечебная грязь», традиционные казахские угощения и привал на Амринской балке. Редактор субтитров А.Семкин